Здравствуйте! Это «Деньги за неделю» финансовые итоги минувших семи дней. Меня зовут Ирина Шипилова. Вот о чем поговорим сегодня. Следите за деньгами, как активизируются хакеры перед Новым годом. Что будет с бесхозными вкладами? И с каким настроем тюменский бизнес ждет 2019-й, узнаем у эксперта. Больше 11 тысяч писем с вредоносными вирусами. Такая массовая рассылка прокатилась по финансовым учреждениям страны. Данные приводят эксперты, расследующие киберпреступления компании группы IB. Атакуют именно банки, поскольку даже одна успешная попытка приносит злоумышленникам около миллиона ста тысяч рублей. Вот статистика таких атак с сентября. 3210 писем было отправлено в первый месяц осени 2311 в октябре. В ноябре уже в два раза больше и 784 уже в декабре. Прессинг нарастает к новогодним праздникам. Люди много тратят и загружены делами, которые нужно успеть завершить. Письма приходят с фальшивых адресов, замаскированных под региональное управление, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, прокуратуры, судов и прочих инстанций. И назывались как документы. Оплата, сентябрь, копии документов, служебная записка. Также файлы имеют поддельные иконки PDF. Троянский вирус в таких рассылках работает с бухгалтерскими программами систем дистанционного банковского обслуживания. Если в двух словах копирует логин и пароль, подменяет платежные реквизиты и выводит деньги со счетов. Сегодня эксперты советуют усилить бдительность и гражданам, и бизнесу в плане информационной гигиены. На 5% с начала года настолько выросли вклады населения в банках Большой Тюменской области в рублях на 35 миллиардов. А общая сумма того, что хранят граждане на счетах – 766 миллиардов рублей. Для сравнения, это полтора бюджета всех регионов Югры, Ямала и Юга области. Самыми зажиточными в статистике Центробанка оказались жители Ханты-Мансийского автономного округа – 434 миллиарда. На втором месте тюменцы. Их накопления измеряются в 225 миллиардов. В два раза меньше сберегают в банках ямальцы. Теперь по суммам на человека. Тут вклады тюменцев самые скромные. Средний – 149 тысяч рублей. На Ямале – 198, а в Югре – 261. Стимул хранить деньги на банковских счетах сегодня не очень высок. Гарантии до 1 миллиона 400 тысяч рублей, конечно, железны. Но вот ставки даже после недавнего роста в сентябре-октябре. Средний уровень дошел до 6% годовых. Это немного, хотя в три раза выше уровня инфляции в регионе. Опять же, по официальным данным, годовая инфляция в октябре составила 2%. Тема бесхозных вкладов вновь бурно обсуждается в финансовой сфере. Старт задал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, депутаты думают, как передавать невостребованные годами суммы на счета граждан в пользу государства. Данные о суммах таких вкладов разнятся от 200 миллиардов рублей до триллиона. Истина в том, что примерно 1% от всех вкладов и есть невостребованные в основном из-за смерти владельцев. Прокомментировали ситуацию в Банке России. Первый зампред председателя Сергей Швецов предположил, что источником дискуссии стали расходы финансовых организаций и банков на обслуживание вкладов, за которыми никто не приходит. Право собственности защищено Конституцией Российской Федерации. Там написано, что изъятие у собственника собственности может осуществляться исключительно по решению суда с выплатой соответствующего возмещения. Поэтому если следовать букве Конституции, то я не очень понимаю, как можно забрать собственность, не выплатив компенсацию, а компенсацию выплатить нельзя, потому что некому. Да, ну как бы человек или организация не отвечают. Есть еще положение гражданского кодекса о вымраченном имуществе, которое действительно является как бы бесхозным и подлежит передаче в доход местных властей или в доход федеральных, в зависимости там от обстоятельств. Мое мнение, что ничто не мешает финансовым организациям брать комиссии из таких счетов, если комиссии не перечисляются владельцами, а подавать в суд на возмещение этих комиссий, накладывать арест на это самое имущество. Это самое имущество в этом случае будет по рыночным ценам продаваться на рынке, тем самым покрывая издержки финансовой организации, которые финансовая организация потратила на ведение счетов и на судебное производство. Для меня кажется, что это наиболее цивилизованный способ. Если же просто взять там, выпустить какой-то, не знаю, закон, незакон, акт правительства об изъятии, это для доверия на финансовом рынке чрезвычайно плохо. Тем временем сразу несколько финансовых структур. НПФ «Лукойл Гарант», «Бинбанк», «Ханты-Мансийский банк» меняют вывески под одним брендом группы «Открытие». В случае с «Ханты-Мансийским банком» это 15 отделений в Тюменской области. К концу года рестайлинг уже завершится. Повески «Бинбанка» на «Открытие» заменят в первом-втором квартале будущего года. Продукты банков сегодня также объединяются под общие условия для группы и в единую информационную систему. Для клиентов переход обещают сделать максимально удобным, без бумажной волокиты и лишних вопросов. Это не значит, что надо переделать договорную часть. Она по истечению времени просто логическим путем трансформируется по мере, когда договорные обязательства приостановятся. Карты «Бинбанка» точно так же будут действовать с такой же авиатурой до того момента, пока по времени срока они не выйдут из оборота. Но с тарифной сеткой уже приведены к единому знаменателю «Открытие». О защите бизнеса на неделе говорили в Тюмени на семинаре известного адвоката Павла Астахова. Он занимается проблемами предпринимателей. Для них в России действуют 2 миллиона обязательных требований в разных отраслях, соблюдение которых обходится в 2,5 триллиона рублей. И в следующем году вступает в силу новые условия повышением РОД, НДС, изменения в трудоустройстве для мигрантов. Советы от Павла Астахова тюменцы получили бесплатно. Я бы не сказал, что у тюменского бизнеса много проблем. Скорее наоборот. Просто тюменский бизнес – он передовой отряд наших предпринимателей, поэтому они интересуются всем очень живо. Мы последние полгода согласовывали формат, объем материала, который хотели бы увидеть, услышать, подискутировать с вашим предпринимателем. Вот я здесь, а потом сегодня все-таки день юриста. И я обещал, что в день юриста я буду здесь, в Тюмени. Каким был этот год для тюменских предпринимателей, какие надежды на будущее перемены – итоги подведем с президентом торгово-промышленной палаты региона Эдуардом Абдулиным. Эдуард Раилевич, традиционно перед Новым годом люди делятся условно на две категории. Те, кто думает, скорее бы этот год прошел, и те, кто думает, ну, не заканчивался бы он. Ну, есть, конечно же, люди, которые равнодушны, но тюменский бизнес к нему не относится. Вот по вашему впечатлению, о чем думает тюменский бизнес? Скорее бы год закончился, либо все-таки жаль, что он уходит? Ну, я думаю, все наши предприниматели, они, прежде всего, тоже люди. Они, конечно, я думаю, очень сильно устали от работы в 2018 году. Они хотят хорошо отдохнуть и встретить Новый год. И у них большое желание закончить все взаиморасчеты со своими поставщиками, со своими должниками, выполнить все объемы работ, получить расчет с тем, чтобы с долгами не уйти в следующий год и уйти спокойно на новогодние каникулы. Тем более, что год был, на самом деле, очень непростой, был очень сложный. И, ну, все нуждаются в такой эмоциональной перезагрузке. Какие были моменты самые сложные, где пришлось собраться тюменцам? Ну, вопрос, прежде всего, конечно, касался это нестабильности, нестабильности различных экономических и политических вызовов. То есть у нас очень сильно было колебание курса национальной валюты. У нас за этот год прошло огромное, опять, изменение в законодательстве, в российском, причем на всех уровнях. И многие эти законодательства действительно носили сенсационный характер. Конечно же, не может не волновать изменения и мировой конъюнктуры. Поэтому год был такой подвержен очень сильным турбулентным движениям. Поэтому год был очень непростой в плане отсутствия стабильности, отсутствия предсказуемости. И вот в этом стрессовом немного состоянии нашим предпринимателям приходилось работать. Тем не менее, этот год в Тюменской области для бизнеса прошел под знаком экспорта. Был очень масштабный проект «Экспортный марафон», который организовывал ТПТ Тюменской области. Как он прошел, какие результаты вы можете рассказать сейчас? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что мы этот проект реализовывали совместно с Центром поддержки экспорта. Мы и реализовали, я считаю, мы его на отлично. Хотя не принято давать себе оценку, но цифры говорят сами за себя. За неполный год, а это, можно сказать, с апреля, с 20 апреля этого года и вот до конца декабря столько времени нам было предоставлено. Мы заключили порядка 38 внешнеэкономических контрактов на общую сумму 165 миллионов рублей. То есть для нас это был первый опыт работы на внешних рынках уже в формате Центра прямых продаж. И я считаю, что у нас это все получилось. Это такая системная была работа, впервые, я так понимаю? Это была впервые системная работа, когда мы непосредственно занимались сбытом продукции тюменских производителей. То есть буквально вот находили то, что, по нашему мнению, можно продать за рубеж, брали эту продукцию, выезжали к потенциальным потребителям в страны Центральной и Средней Азии или в Китай, или в Азербайджан. Вели переговоры, договаривались, после этого уже приезжали сами руководители предприятия, уточняли различные технические параметры и условия совершения сделки. И в результате у нас контракт был в кармане. Поэтому впервые мы в таком формате работали. Он продолжится, я так понимаю. Какие у вас планы? Я надеюсь, что да, данная работа, она просто обязана продолжиться по одной простой причине, что и в своем послании наш губернатор Александр Викторович Мор указал, что ту цифру внешнего экспорта, которую мы на сегодняшний день держим, ее необходимо удержать. Ну и самое главное в нашей истории – это не только произвести продукцию, то, чего у нас много производится на территории Тюменской области, а еще очень важно – это продать. И вот вопрос, куда продать, кому продать, в этом 2018 году уже встал чрезвычайно остро. Уверен, что и в 2019 году эта тема будет такая же актуальная, что произвести это полдела. Самое главное – ты еще пойди и продай это куда-то. Мы понимаем, что уровень потребительской активности у нас достаточно низкий, ликвидность тоже невысока, поэтому, как мы считаем, настоящим драйвером, настоящим ростом, настоящим прорывом для нашей экономики это может быть как раз освоение новых рынков сбыта, работа с иностранными государствами, с иностранными потребителями. И для нас на сегодняшний день конъюнктуры необычайно благоприятствуют. Но прежде всего мы понимаем, что это стоимость нашей продукции. Если ее брать в сравнение рублевый, долларовый эквивалент, она чрезвычайно выгодна в цене. Очень многое наша продукция обладает потрясающими потребительскими качествами. Все, начиная от конфеты, кончая нефтесервисным оборудованием. Она на самом деле пользуется очень большим спросом на внешних рынках. Задача только этот маховик раскрутить, чтобы он действительно приносил нашему экспорту уже не десятки миллионов рублей, как это было в этом году, а мы должны говорить о сотнях миллионов, миллиардов долларов. Пусть все мечты и планы сбудутся. Спасибо вам большое. Спасибо. С конца декабря из нашего аэропорта в Адлер будет улетать по 7 рейсов в неделю. К перевозке путешественников, горнолыжников и любителей моря зимой подключили сразу несколько авиакомпаний. Трассы для катания курорты уже открыли, некоторые объединились, и теперь по одному скипасу можно воспользоваться разными подъемниками. Правда, и цена такого проездного в этом году в праздничные дни поднялась почти наполовину. Отели стоимость не повышали. Около 20 тысяч на человека на неделю завтрака. Прямо из Тюмени. И те, кто желают покататься, те, кто желают просто погулять, просто посмотреть Сочи, они активно покупают. Но это не первый год, когда летает Сочи из Тюмени уже. С нового года отправиться в отпуск можно будет за счет работодателя. Кому и как так повезет, с особенностями нового закона разберемся в следующей программе. Увидеть этот выпуск и все предыдущие вы можете на нашем канале Тьюмин Тайм в Ютубе. На этом все. Увидимся через неделю в это же время. Редактор субтитров А.Семкин